Реализацию национального проекта «Демография» обсудили на очередном заседании правительства Тверской области, которое во вторник, 31 августа, провел губернатор Игорь Руденя. Было отмечено, что сегодня в регионе расширяют поддержку семей с детьми, вводят новые детские сады и спортивные объекты. Всего в Верхневолжье реализуется пять направлений нацпроекта. Одно из ключевых — поддержка семей при рождении детей. Открывая очередное заседание регионального правительства, губернатор Игорь Руденя напомнил собравшимся о словах президента страны Владимира Путина. Российский лидер отметил, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей, должна быть образцом будущего нашей страны. Глава государства подчеркнул, чтобы рождалось как можно больше детей, людям, семье нужна хорошая работа, доступное жилье, образование, здравоохранение и уверенность в завтрашнем дне. Эти тезисы должны быть определяющими в работе областного правительства при реализации национального проекта «Демография», заявил Игорь Руденя. Очень активно работают все министерства, но в том числе есть на что обратить особое внимание. Прежде всего, это сроки ввода в эксплуатацию социальных объектов, это детские сады, которые расположены на территории города Твери и Вышлема Волочка. Это спортивные объекты, которые мы, собственно говоря, вводим в этом году, но требуются еще дополнительные усилия, чтобы выполнить всю эту работу в полном объеме. На сегодняшний день в Верхней Волжье реализуется пять направлений национального проекта «Демография». Одно из ключевых — поддержка семей при рождении детей. В регионе действует комплекс мер поддержки семей с детьми, который постоянно дополняется. Это выплаты при рождении первого и третьего ребенка, региональный материнский капитал, помощь в погашении ипотеки молодым семьям, подарочные наборы новорожденным и другие. Будущие мамы получают адресную помощь на проезд до медучреждений и на полноценное питание. Многодетные родители могут рассчитывать на поддержку государства в приобретении автомобиля, подготовке детей к школе и прочим направлениям. Эксперты, присутствовавшие на заседании, положительно оценили пакет действующих мер, но согласились с тем, что работу необходимо продолжать и далее. Мы приходим к тому, что конкуренция за человеческие ресурсы, за людей, она будет расти с каждым годом. Это очень важно. И сегодня, мне кажется, дискуссия и риторика всех выступлений была связана, что мы это понимаем, мы готовы поддерживать и придумать какие-то меры для этого. Как отметил Игорь Руденя, сегодня особо востребованы у многодетных семей такие меры поддержки, как получение сертификата на покупку автомобиля, а у молодых выплаты на погашение ипотеки. Глава региона поручил обеспечить финансирование этих мер поддержки в объеме, необходимым для предоставления максимально возможному числу семей. Кроме того, мы обратили внимание на необходимость ускорения модернизации медицинского звена, который у нас направлен на обеспечение минимального возраста. Мы говорили об проживании людей в герметологических центрах, но сегодня все-таки мы должны обратить внимание на профилактику. Это диспансеризация, это восстановление работы системы здравоохранения уже после прохождения ковида. Но делать это надо сейчас. Также в рамках национального проекта большое внимание уделяется созданию новых спортивных объектов. Так, в Тверской области ведется установка площадок ГТО и открытых спорткомплексов. В 2021 году предусмотрено создание 24 плоскостных сооружений. Строятся грибные базы на Тверце и Волге заработал тренировочный центр стрелковых видов спорта Березина. Еще одним крупным объектом станет футбольный манеж в Твери.